Всем привет! Сегодняшнее видео об одной из моих любимейших книг, называется Атлантида, какой я её помню, Леры Некрасовой. Когда я читала её, я думала, это именно то, что я хотела прочитать очень долгое время, это именно та литература, которая меня сейчас интересует. Потому что я смотрела книги, которые я отложила на посмотреть, и я думала, блин, не хватает вот какой-то очень интересной, вот реально захватывающей книгой, которую я реально буду читать взахлёб. И вот эта книга, она именно вот эта книга, которую я искала. Вот она просто по всем критериям то, что мне нужно было. Она очень интересная. Там рассказывается про времена Атлантиды. Я так понимаю, что авторша, она очень какая-то очень развитая личность, у которой сохранилась память с тех времён. Это очень редко. И я сейчас после этого буду читать её книгу, которая называется «Жизнь после смерти». Как это было. И, блин, я даже не знаю, с чего начать. Но вообще, она воплощалась в Атлантиде в период её Золотого века и в период её распада, когда она была и женщиной, и мужчиной. То есть то, как вели себя высокоразвитые существа, это именно то, о чём рассказывал Бог в своей книге «Беседы с Богом». Это именно то, как я себе всё и представляла. Потому что та школа, которую я хочу открыть, она именно такая, которая как в Атлантиде. Потому что система образования нынешняя, она просто во многом очень неэффективна. А там система образования очень эффективна. И там именно всё так, как я и представляла в своей школе, даже не зная о том, как там всё устроено у них. В общем, у меня просто нет слов. То, как они чувствуют свои родственные души, то, как у них нет там вот этой путаницы. Вот я смотрю на наш мир, и я понимаю, какая же у нас путаница в головах. То есть, например, даже вот в отношениях. Мы встречаемся, расстаёмся, встречаемся, расстаёмся. И мы не знаем, кто наша родственная душа, с кем мы должны жить. У нас вообще полный хаос творится в отношениях. А у них абсолютно полный порядок. Потому что они знают, они могут видеть будущее. Они знают, с кем они должны сойтись. Они знают, они вообще всё... Они такие умные, развитые, вы просто себе не представляете. И мне так в один момент стало завидно о том, что наш мир не такой. Мне нравится наш мир, но только наполовину. Потому что если вот взять наш мир и соединить их с их миром, вот это был бы вот реально рай на земле. У них настолько вот понимание другие, знаете, у них настолько... У них денег нету, понимаете? У них нету денег, потому что они всё делают ради блага общества. И для них нету понятия такого, что типа я сделаю это только если мне заплатят. То есть у них там вообще всё по-другому. У них бесплатно всё, понимаете? И у них там настолько, вот знаете, край на земле, вот честное слово. Да, автор говорит, что у них были проблемы, у них были там тоже разводы, у них были... Тоже у них были там какие-то свои негативные, не знаю, стороны. Но это ничто по сравнению с тем, что творится у нас. Потому что если сопоставить, у них были жрецы. То есть жрецы — это президенты. То есть то, что у нас президенты, у них жрецы. Но там у них есть верховный жрец, который вот вообще типа выше всех, и никто ему не перечит. Знаете, какая там система образования? Там вот этот вот верховный жрец просто, он берёт на руки ребёнка, он его читает, и он уже понимает, кем он должен быть. И он говорит, типа отправьте его там, он будет вот этим или вон тем. И там нету вот этой путаницы типа поиски себя, я не знаю, кем мне работать. Потому что они видят прошлые жизни, они видят, как всё должно быть, их задачи души. То есть у них там вообще всё по-другому, понимаете? Если у нас есть путаница с тем, что «а я не знаю, кем я хочу быть», там нет такого, что родители заставили его там пойти туда. У них в школе не заставляют учиться определённому предмету, если тебе неинтересно. Там вообще никого, ничего не заставляют. Там всё добровольно, и всё на очень высоком уровне, понимаете? Я когда читала, у них там свадьба, церемония свадьбы, как там проходит. У них нет вот этого вот, как у нас, знаете, у них там это чисто вот такой энергетический обряд, где перед свадьбой держат пост, медитируют, потом эту энергию направляют к ним в энергетический купол. В общем, там всё у них намного-намного круче, чем у нас, понимаете? Там у них готовятся к смерти не так, что это типа трагедия, и там у них нет траура. Если будет траура, это, наоборот, будет неуважение к человеку, потому что там они перед смертью медитируют, анализируют жизнь, понимают, что они хотят делать в следующей жизни. То есть они... у них вообще всё по-другому! Я так завидую, потому что я не... я даже если и была там, но я не помню ничего. В общем, я чуть ли не померла вчера с зависти, когда я читала всё это, потому что мне так не хватает всего этого здесь. Там самое главное вообще был духовный рост. А у нас это чисто вот кто заработает больше денег. Конечно, у нас сейчас очень много развивается духовность и всё такое, но абсолютно... Это... это... мы настолько пали, мы настолько деградировали. Вы просто себе не представляете, насколько... Я вот сижу и думаю, блин... Столько страданий только от того, что мы просто отупели. У них там нет дорог, у них там нету выхлопных газов, они там... они не едят животных, они чувствуют природу, они могут общаться с растениями. То есть... Я когда всё это читала, у меня просто... Я просто хотела плакать. Просто хотела плакать от депрессии и от того, во что мы превратили наш мир. Они не были гурманами. То есть если у нас сейчас есть культ еды и еда считается каким-то развлечением и бизнесом, то у них тогда еда, она была просто едой. То есть каким-то источником энергии. Они не смотрели на неё как способ получить удовольствие или способ развлечься, или способ заработать денег. То есть они еду... Они кушали только фрукты и овощи. Ну, растения, короче. И также они подпитывались самой природой, водой, стихиями. То есть вот эта сама природа их энергетически питала. То есть они питались не только от еды, но и ещё от их окружающей среды. Потому что она была очень чистая, не загрязнённая. Она очень охранялась. Там было всё в лесах, всё было зелено. Там не было перенаселения. Было где-то несколько миллионов человек жило. Не было вот таких вот страшных кризисов, которые у нас сейчас происходят. В общем, да, позавидовала я знатно, конечно. Они все умели играть на музыкальных инструментах. Они могли читать ауру человека, чувствовать, что он чувствует. Они знали, в каком настроении находятся другие люди. Жрецы, и особенно верховный жрец, он мог читать мысли. То есть его мысли никто не мог читать, а он мог читать мысли всех. Потому что он был верховным жрецом, и у него была абсолютно другая энергетика. Его все уважали, его все слушались. И там вот государство, оно не как у нас, типа, власть. У них это была реальная помощь народу. То есть у них вообще не было ничего абсолютно меркантильного в их жизни. То есть у них денег не было, понимаете? Они все делали ради блага друг друга, ради блага общества. И у них даже, можно сказать, было все слишком идеально и спокойно. Потому что та душа, которая вот пишет эту книгу, она говорит, что ей даже не хватало какой-то вот этой вот перчинки и остринки. Потому что там все было в идиллии, в гармонии, понимаете? И я поняла, что все-таки я была права насчет того, что с нашим миром очень много всего не так. Но, конечно, если смотреть глобально, то все идет идеально. Все идет так, как надо, потому что, ну, есть определенные циклы пробуждения и засыпания. То есть есть определенная эволюция. И то, что мы сейчас проходим, это просто очередной этап эволюции. И я не говорю, что у нас все плохо. Нет, я просто говорю, что как же мне бы хотелось сейчас вот с моим мозгом, мозгом так там оказаться и прочувствовать на себе вот это вот развитый социум, знаете? Прочувствовать на себе, как живут адекватные люди. То есть люди, которые намного-намного-намного развитие нас. Они... у них осознанные сновидения, они уходят в астрал, общаются там с родственными душами. Они вот, если готовы вот встретить свою родственную душу, могут просто послать такой сигнал, и другая его родственная душа его почувствует. И тогда она придет к ней, понимаете? У них не было такого, что типа... У них не было вот этого, как у нас... Я не могу найти там партнера себе по жизни или еще что-то, или еще что-то. У них таких проблем не было, потому что они все знали, они все чувствовали. То есть у них не было страданий. Во время развода они разводились очень цивильно и очень так с благодарностью, без ненависти. У них там есть ритуалы, вот когда ты разводишься и когда ты умираешь, ты должен простить все обиды, ты должен... Вот эти вот чистки, вот жрецы им помогают, понимаете? Понимаете вот эту мою горечь, которую я испытываю от понимания того, насколько у нас все по-другому? То есть там жрецы помогали вот им энергетически избавиться от болезней. Они не болели, у них не было болезней. Они, жрецы, могли просто вот эти энергетические комки обиды смыть с человека, и после развода у них не было никаких негативных чувств друг к другу. И после смерти у них не было вот этого вот... У них не было вот... Не было того, что у нас происходит. Потому что то, что у нас происходит, это какой-то, ну... У нас все вывернуто наоборот, понимаете? Нам тут за каждую, не знаю, крошку хлеба приходится отдавать часы своей жизни, да? И ты понимаешь, насколько вот все по-другому. Но вообще это интересный опыт, потому что, например, для них, наверное, было бы интересно посмотреть, как мы живем. Но... Нет, ну, конечно, все это прикольно, да. Я очень рада, что читаю эту книжку.